Александр Бурлаков в гармонии с едой. Питание по науке когда и что есть. Основы питания от доказательного диетолога. Читает Андрей Зверев. Об авторе. Меня зовут Александр Бурлаков. Можно просто бородатый доктор. Если вы это слушаете, по всей видимости, вы включили мою аудиокнигу. Поэтому позвольте немного рассказать о себе. В детстве я был любознательным ребенком, который пытал родителей различными вопросами. Особенно о том, как устроен наш организм. А в школе самым любимым предметом у меня была биология. По этой причине после 11 класса я решил связать свою жизнь с медициной и поступил в Кубанский государственный медицинский университет. После окончания педиатрического факультета, а далее интернатуры и ординатуры, я прошел профессиональную переподготовку по диетологии. Уже в процессе обучения, а впоследствии и профессиональной деятельности, я заметил очень слабую ориентированность людей на науку в вопросах питания. И порой рекомендации в данной области складывались и продолжают складываться исключительно из личного опыта какого-нибудь автора учебника, профессора, мнения отдельных лиц или вовсе набора клише и мифов. Меня такой подход в корне не устраивал. Даже если врач дает рекомендации по питанию человеку, который не имеет хронических заболеваний, а просто хочет питаться сбалансировано, он должен опираться на факты, а не на то, что сказала бабушка из соседнего подъезда, сидя на лавке. Это послужило причиной, по которой я выбрал путь научно обоснованной медицины, или, как вы могли чаще всего слышать, доказательной медицины. А путь этот был очень тернистый и сложный. Знаний, которые я получил в медицинском университете, не хватало, чтобы даже на базовом уровне разбираться в научных публикациях. Но, благодаря тому, что мы живем в эпоху цифровых технологий, я прошел и продолжаю проходить специализированное обучение в данном направлении. Среди них разработка и интерпретация клинических исследований Университета Джонса Хопкинса, организация хранения и обработки данных для клинических исследований Вандербильский университет, эпидемиология, фундаментальная наука о здоровье населения, Университет Северной Каролины в Чапелл-Хилле и ряд других учебных курсов. По мере погружения в научный подход мне становилось все более не по себе от того обилия мракобесных, абсурдных и порой опасных советов по питанию, которые циркулируют в средствах массовой информации и социальных сетях. Все это послужило толчком для ведения блогов «Доктор Бурлаков» и «Бородатый не пробовал». Почему у второго такое название, узнаете чуть позже. Но одними блогами на рассадник антинауки не повлиять. Необходимо популяризировать критическое мышление на уровне образования. Так и возник учебный центр «Боди-коуч». Он специализируется на дополнительном профессиональном образовании в сфере фитнеса и медицины, и с ним я полностью связал свою жизнь, уйдя с головой в преподавательскую деятельность. Я искренне верю, что данная аудиокнига также внесет вклад в развитие критического мышления и повышение образованности в вопросах питания. Предисловие. Ну что, друзья, вы слушаете аудиокнигу «Бородатого доктора», который ни в чем не разобрался, но снова говорит о еде. Вероятно, у вас уже возник вопрос, почему ты нам тут что-то рассказываешь, раз не разобрался? Просто это достаточно устойчивый оборот речи, который знают многие мои слушатели. Краткую его историю сейчас расскажу. Дело в том, что за годы ведения блога в запретограмме я получил, наверное, тысячи сообщений о том, что наука — это все фигня. А вот личный опыт или опыт соседа, бабушки, троюродного брата-отца-одноклассника имеет вес. И каждый раз, когда я приводил кучу аргументов из фундаментальных дисциплин, таких как анатомия, физиология, патологическая физиология, цитология, подкреплял их ссылками на различные экспериментальные данные, включая достаточно крупные мета-анализы, систематические обзоры и масштабные рандомизированные исследования, я получал ответ, что просто не разобрался. Почему в этой аудиокниге опять не будет личного опыта? По классике научного подхода я должен продемонстрировать вам пирамиду доказательной медицины и сказать, что мнение отдельно взятого специалиста находится в самом ее основании. Но вместо этого я приведу пример, который чуть нагляднее покажет, почему ориентация только на личный опыт сулит в основном заблуждение. Представим молодого человека, который каждый день ходит на работу и пересекает проезжую часть дороги не на зеленый, а на красный сигнал светофора. И при этом за 10 лет его ни разу не сбивал автомобиль. Он утверждает, что переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора безопасно. И обязательно добавляет, я проверял на личном опыте. Но мы знаем, что это классический пример заблуждения, и есть статистика, которая показывает, что переходить дорогу на красный свет небезопасно. Более того, она утверждает, что неблагоприятные ситуации происходят, когда человек переходит дорогу и на зеленый сигнал. Гораздо реже, но происходит. Однако личный опыт настолько сильно подкреплен эмоциями, что очень часто люди охотно на него ссылаются, хотя он и ведет ко множеству заблуждений. Чтобы этого избежать, необходимо беспристрастно проверять теории, знания предков, домыслы. Именно так и формируется научное знание. Именно благодаря научному знанию у нас есть лекарства, которые удвоили продолжительность жизни, а о болезнях, которые в прошлом ежегодно становились причиной смерти миллионов людей, теперь почти ничего не слышно. Но даже там, где люди часто критикуют науку, например, в лечении онкологии, достигнуты большие успехи. Возможности бороться со многими видами рака постоянно расширяются. По этой причине в данной аудиокниге я в первую очередь буду ссылаться на фундаментальные дисциплины и клинические исследования, чтобы максимально объективно поговорить с вами о самом доступном нам удовольствии – еде. Мы вместе пройдем путь от зарождения энергии пищи на солнце до причудливых диет.